И снова всем доброе утро! Возвращаемся на китайскую серию. Тим Астер против Инвиктус Геймин. Следующая Best of 2 серия на нашем канале. Shadow Shaman, Kentaur, Shadow Demon и Razor уже есть для команды Астер. А Инвиктус Геймин взяли себе Виспа, Герокоптера Бэйна и Тайт Хантера. Давайте немного обратим внимание на статистику этих двух команд на этом турнире. И здесь мы можем сказать, что у Астеров все, так же как и у Инвиктусов, переменным успехом. Это матч, который очень важен для одной и другой команды, но по сути они обе с маленькой вероятностью, конечно, будут падать вниз. Хотя Астеры имеют абсолютно все шансы на это. У них две победы и два поражения, а у Инвиктус Гейминг две победы и одна ничья, и одно поражение. То есть у Инвиктусов чуть-чуть больше поинтов все-таки, но Астеры сейчас находятся наравне с кинами, которые уже не выберутся. То есть они уже гарантировали вылет себе с этого слота, поэтому в принципе Астрам хотя бы одну игру выиграть. И они будут на коне. Если они, конечно, не выиграют ни одной, то, скорее всего, будут переигровки. Вот такая вот у нас ситуация. Не знаю, что здесь именно с переигровками. Возможно, их вовсе не предусмотрено. И будут кидать монетку и за счет этого решать. Сейчас тоже, этот момент тоже, в принципе, можно уточнить, пока есть время. Угу, Ворфлинг на последний пик. Нет, все-таки о переигровке здесь не сказано. Так что здесь еще не ясен вопрос. Но в любом случае, пики сделаны. Мирана на последний пик залетает для команды Инвиктус Гейминг. И, что ж, интересно получилось. В Морфлинг разор, такое сочетание достаточно классическое. Ну и со стороны Инвиктусов примерно так же получилось. У них Кэрри Герокоптер с Веспом. Мирана, вероятно, будет мид позиции. Тайт на харду. И Бейн будет уже при где-то стоять. Возможно, Тайде. Возможно, в трипле с Герокоптером. Скорее всего, в трипле с Герокоптером Тайт вполне самодостаточный. И, скорее всего, с Кентавром они будут стоять один на один. А Морф будет в окружении трех персонажей, так же, как и Герокоптер. Астеры сейчас в своем составе. Довольно сильная китайская команда была. В последнее время очень хорошо начали сезон. Но сейчас они уже успели немного подсдать. Одержав не самое лучшее выступление на плей-офф стадии ИСЛа. Они групповую стадию просто разнесли в пуховый прах. А вот в плей-офф они уже стали гораздо развязнее. И из-за этого они уже как-то не стали так серьезно учитываться, как сильная команда. Но все же они здесь. И они играют. И они действительно здесь довольно близки к тому, чтобы все-таки попасть на грань пола. Как-то у них с ничьями пока не задавалось. Возможно, даже это будет их первая ничья. Действительно, здесь все абсолютно ровненько. Я бы ставить вообще ни на что не советовала. Это может плохо закончиться в какой-то момент. Но игра начинается. Это первая карта Best of 2 серии групповой. И это вторая сама по себе карта. Второй, прошу прощения, матч у нас на сегодня из четырех возможных. Так что путь еще долгий. Я с вами пройду только половину. Только вот эти два Best of 2. Остальное уже для вас будет комиссировать Лекс. Гира, Докфайтс. Все-таки перемещаются они на харду вдвоем. Видимо, будет 2 на 2 распределение на мид Мирана. И, ну, возможно, Бэйн, конечно, притянется вниз. То есть, это пока не так очевидно. Но зато очевидно то, что сейчас могут быть у него проблемы. Тут в район выдвигаются. Не искали его. Видимо, не будут искать. И не видят. И прогулялись. Да, зато все прекрасно здесь. Тайд. Смог разглядеть. И, видимо, здесь будут пытаться забирать обе руны. Но то же самое могут, в принципе, сделать Инвиктусу со своей стороны. Видимо, абсолютно не агрессивная позиция от Разора. Но он не собирается выбираться никуда. Да, Разор здесь, интересно, все-таки решил встать на сайдлей. На медовый морфлинг получился. То есть, распределение парень будет 2 на 2. Именно с учетом такой ситуации. Хотя, кентавр пока стоит на харде в окружении двух саппортов. Но один из них должен притягиваться к Разору в дальнейшем. Они решили повоевать за руны. Дудл. Забирают. Ну да, тут, в принципе, все по плану получилось. Так они выбираются из своей... Тайдхантер. Засады. Только сейчас это сделал. И здесь, видимо, хотят... Не знаю, что. Видимо, на подходе разве что героев подцепить. Выходят. Крипы спокойненько проходят мимо них. И не получилось. Видимо, хотели через Дизрапшн как-то сыграть. Но из этого получилось как-то... Все не очень хорошо. Один удар по крипу магу сделали. Ну, тут в итоге остается шаман с Разором. И вниз перемещается Бобока. Который будет стоять вместе с кентавром. Кентавр сюда только сейчас добирается. И можно попробовать переписать каким-нибудь стомпом по виспу, но нет. В принципе, линия очень хороша получается именно от сил тьмы. Они могут неплохо прохарасить противника. Но очень противно будет стоять против Доплы. Не пробить просто кентавра Бобока может со стороны спамить. И дай боже как. И это все очень опасно. На миде. На миде пока начинается у нас все хорошо. И ровненько для Сайлера и Ема. Ну, чуть-чуть побольше крипов пока успел давить Морфлик. Но дальше это, возможно, сравняется. Пока харасить друг друга они не особо пытаются. Очень спокойно стоят. И, возможно, это будет так же, как и в прошлых играх. И довольно поздние Херсблады. И довольно пассивные по началу игры. Ну, а пока ничего не извинило тому, что раньше мы видели и так. Вот эти катки по 20 минут в Китае. Почему-то Китай стал сейчас самым быстрым регионом. Не знаю, что с ним случилось, конечно. Но это интересное наблюдение. Ну, возможно, у нас сегодня получится стрик из таких игр поймать. Но, может, здесь все-таки более равного уровня команды. Сыграют гораздо более долгие игры. Пока затягивать есть куда все-таки. Тут Морфлик, персонаж, который требует побольше фарма. Но дело в том, что в лейте гирокоптера может не составить ему большой конкуренции. Это может стать проблемой. Но пока он фармит, тоже более-менее спокойно, благодаря виспу. На своей линии. Золото получает. Финдрер тут как-то меняется по хп с Оли. У Финдрера повалене тычка. У Ори все-таки, в принципе, запас жизнеспособности побольше. Ну, а и отходит, видимо. Решил, что самое главное, это отвод. Добивает крипа в лесу, зарабатывает денежку и отходит назад. Мирана по крипам успела чуть-чуть отстать на целую пачку. Так что Сайлор здесь переиграл несколько. Но мало что может Мирана сейчас ему показать. Все, что у нее есть, это способности по все первого уровня. Это явно не то, чем можно как-то пробить Кайтхантер. Порезал. Для раздора возможность пробивать его. Но откачал демиджи аж 52. Много времени на это потратил, но все-таки дополнительные демиджи есть. И можно попробовать похрестать немного Тайда. Тайду просто нечем добивать. У него 5 демиджей имеется своего. Так что теперь придется немного подождать, пока дебаф не пройдет. Хотя ему не так много времени еще держаться. И даже ни один крип за это время умереть не успеет. Ну и якорем добивать всегда есть возможность. Есть уже и якорь, и Кракеншелл. Поэтому можно там даже при желании в лес пойти заняться тем же. Мирана. Не держит все-таки. Возможно, выкачает еще демидж, но... Второй уровень, кстати, клинка. Третий уровень пока придерживает. Да, Газис пока с Дудлом будут расправляться. Очень больно ему приходится. Два стака яда на нем висит. Надо бы больше. Нет. Ну, явно с ним ничего не случится, пока рядом Висп. Тем более, Виспа Фласкова может его и отпить при желании. Хотя сейчас свою сам выпивает Герокоптер. Бережет то, что есть у Виспа. И немного с Флэка пробивает в ответ. Так что фуловый абсолютно Дудл сюда возвращается. И первой кровью так и не пахнет. Да, здесь уже немного потерял по ХП. А здесь какое-то нападение было, видимо. Сайлор перекачивается в силу. У него нету, кстати, сейчас у их формы. Это может не сыграть злую шутку. Но стрелы у Мирана также нет. Либо она была потрачена раньше, либо она вообще когда-то мимо пролетела. Висп. Ну, абсолютно спокойно. Такая вяленькая начало игры. По Крепам сравнялись на Минзе. Неплохо сейчас фармит Эрозор. Герокоптер немного отстал. Но это так, мелочи жизни. Пятая минута. Друзья, уже почти шестая. Сейчас будут уже появляться и рунки. За рунки начнется борьба, как минимум, здесь. Но с виспом подягаться явно не получится. Бубока получил наполовину ХП. Я думаю, что сам за этот счет уже переживает. Не успел к СС подойти. Кстати, не очень хорошо от него играл. Мог встать прямо на спавну руны. И после этого на ЖС Уистан. Но почему-то решил просто отдать эту рунку в итоге. На этой линии Айджи получает две руны. А с другой стороны там, по-моему, тоже поделилась. Просто нет, все четыре руны забирает Инвиктус Гейминг. Астры даже не обратили внимания на это обстоятельство. Ну что ж, хорошая прибавка к пенсии, как сказал Баггерокоптер. Забирает такие рунки. И Бейн ждет момента, чтобы Сайлора выцепить. Нужен Найтмейр, нужен хороший Найтмейр. Но у Найтмейра очень маленький рейндж на данный момент. Поэтому Бейну, скорее всего, придется отказаться от своей мысли. Хотя он решил зайти совсем с другой стороны. Крипы проходят мимо. Оли. Рассчитал по таймингам, отошел назад. И будет со слепой зоны подходить. Хотя там деревья проели немного, поэтому это несколько опасно. Можно задонайать банк вообще. Банку забирает. Отлично, подобрал чужую банку. Вот это очень красиво получилось. Сайлор. Мимо получилось отлично. Бобок и сейчас смог подставить дезерапшеном. Но я думаю, что Сайлору все равно... Ой-ой-ой, нет. Все, я погорячилась. Я хотела сказать, что Сайлору бы все равно ничего не грозило. Но здесь это могло явно закончиться плохо со Стар Сторомом третьего уровня. Там, с другой стороны, зато первая кровь произошла. И забрали все-таки Тайт Хантера со стороны команды Инвиктус Гейминг. И Астры забрали фраг. Деньга при этом досталась Шеддум Шаману. Ну что же, это минус боттл для Сайлора. Очень обидная, кстати, потеря. Ну, а Вейн зато с фри-боттлом. Может сейчас отдать и Миране вовсе. Хотя у Мирана уже есть. А, нет, не есть. Он ей только что отдал. Да. Не так часто такое бывает. Ну да, очень опрометчиво под тавром оставил этот боттл. Не часто такое увидишь. Чаще это было во времена, когда Рики в лесу за Аксом бегал и транквил его украл что-то в том роде. А тут уже появляется Морф у Сайлора. И он немного побился руки Мирану. Но как-то пока это непрезентабельно получилось. Стрела полисела. Стрелой попадает. Кстати, сейчас может погибнуть Сайлор и просто одна. Звезда. Счастье. Его добивает. Очень хорошее начало от Инвиктусов сейчас. Просто унижен и оскорблен со всех сторон Морфинг. Да. Ну и по общей ценности мы видим, что это тоже сказалось. Все-таки боттл дорогой. И есть вот это тысяча преимуществ, которые сейчас есть у Мирана относительно оппонентов по линии. Я думаю, что боттл сыграл большую роль. Шэдоу Шаман. Отпушивает линию. Ну, Мирана тут, в принципе, не собиралась много пытаться ее пушить. И поэтому отходит назад. Кентавр. Лавр. Ну, здесь у нас остальных линий все абсолютно спокойно. Левела еще не хватает у Айджи, чтобы как-то на этой линии закуситься. Но у команды Астер просто линия сама по себе настолько сильная. В агрессии. Хотя висп, мне кажется, всегда мог бы попасться. А тут решили уже выходить втроем. Дизрапшн. Попался. ХХС вместе с пачкой грибов очень удобно подходят. И есть уже и станк по нему. Дабл Эйдж. Много урона. Пытается выхиливать Докфайтс как может. Есть от него третья способность. Ну, и все-таки получилось под Севи через Оли, который перетянулся. И теперь уже и продамажили Шэдоу Шамана, который вынужден отходить назад. А здесь Сайлер. Тайдкантер. ХХС. Полетели пули. Ну так тут. За 10 минут. Два фрага. Пассивное начало очень. И все с современным успехом по фармам. Видим то, что как-то здесь ярко выраженного преимущества никого не появляется. Но в целом, да. На линиях все фармят ровно. Убийств никаких не происходит. И тем самым это все обосновывается. Единственное, что хочется отметить, просто полный провал от морфинга, который сейчас имеется. Ну, он пауэртретс себе потихонечку будет выносить. Сейчас уже второй боттл не решился себе покупать. Здесь пока путешествие небольшое у двух персонажей. Они готовы забирать вражескую рунку. Душ выходит вперед. Забирает руну. Вот опять тут, кстати, смог бы пойти просто и поставить стомп на фаун руны. Но вместо этого даже и фраг не забрал. Вот. Решили не давить окончательно. Гаррокоптер. Оли. Ну, Оли пока экспоп получает. Ему больше стой хотелось побыстрее, конечно. В любом случае, Тайт уже при ревейджем. У него седьмой. И он собирает себе Владимир потихонечку. Цайлер забыл дамажем, кстати. Неплохо Тауэр пробил. И сейчас еще и пробивает Тайтхантера. Тайтхантер тут просто сходу потерял третье хп. Ну, Амиран пока ползет на базу. Мулы Штром будет собирать первым артефактом. Обычное для нее решение. Уже есть три... Три Врейсбенда. Интересно, так сверлить воскресенье начали. Порядок. Да, реально проснулся человек сосед. Но что поделать? ХХС. Сейчас ХХС могут принять. Нет. Как-то здесь абсолютно не агрессивность. Или игры что-то с другой стороны. Хотя, с другой стороны, что здесь можно было бы сделать? Кулдауна, наверное, будет маловато для того, чтобы пробить такую жирную шкуру, как есть у Кентавра. Амирана 10 уровень. И, да, есть уже Живелин самый главный кусок. И второй уже будет на подходе в ближайшее время. Пока Аморфлинг там фармит где-то на линии, пытаясь неотрывно заниматься этими крипами. Он еще поступил к крипов для того, чтобы оказаться в более выгодной для себя позиции. Здесь все стрелы на подлете. Ну, а тут Стар Сторм, хоп, и минус пачка крипов. И сразу же стрела полетела. Сайлор лицо ее не словил. Если бы словил, в принципе, тоже не погиб бы, потому что Стар Сторм уже был бы потрачен. Но здесь давление идет через пуш. Т1 вышки. Ее с одного захода должны забирать. Много крипов, много демеджа. Сайлор. Финбир. Подсмотрел, что там Оре делает. Правда, Оля его на этом поймал. Еще есть Стрелокейт. Сейчас будет перетягиваться, завязывая файт. В четвером здесь оказывается команда Айджей. Это минус. Да. Сейчас будет возвращаться уже обратно. Но при этом прожимается инвиз. Мирана решила подтянуться к ребятам, которые сейчас Стрелокейта вернутся обратно. Так. Висп. Чуть было не попался. Кстати, оставил на месте своего попутчика. И, видимо, Висп здесь будет погибать один. Прилетела стрела. Нет. Сам своим ходом просто прилетает сюда. Герокоптера по боку погибает. Лавр тоже погибает. И отходит отсюда кентавр. Кентавр вряд ли получится так зацепить. Он крепковат окажется. Магический дэмошь по нему пытается прописывать. Еще ультимейт от Кейси от Бэйна. Как-то нагло они решили с ним поступить. Но, в принципе, действительно, ценой какого-то количества ХП от Герокоптера под тавром они забирают и третьего персонажа. Хороший ответ от Айджи. Тому беспределу, который Астеры творили наверху. Забирая эту вышку. Но это все не меняет вот этого печального положения по фарму Морфлинга. 6 тысяч золота имеет при этом Разор, ныне погибший. И Разор решил первым же предметом делать себе БКБ. Очень опасно сейчас с Мираной пытаться как-то конфликтовать. Она много урона может нести магического. И это действительно так. Ну, плюс Реведжи и прочее. И проказки Герокоптера никто не отменял. Тут пока Гира фармит стаки. Ну, действительно, пока самая такая игра неоднозначная. Потому что 15-ая минута и никакого преимущества нет. Ни с какой стороны Сайлор начинает перекачиваться. Его пока избивает. Фенерируем заняться гораздо проще. Фенерируем совсем немного ХП остается, это минус. И Сайлор половину ХП потерял. Но перекачка дает о себе знать. Ну, в принципе, уже перекачался как смог. Но все равно он жирноват. Мофе перекачался обратно. И сейчас готов будет регениться со шрайна. А Герокоптер пока фармит вместе с Виспом. Герокоптер на втором месте по фарму. Он стоит на 500 золота от своего противника. На первом месте. И Висп седьмой уровень. Вейн. Астер. В Смоках сейчас могут выйти в спину. И Виспу, и Герокоптеру. И, кстати, это с большой шансом победа закончится для них такой выход. Прожимается ультимейт. Тут же есть и сам Пида. Улетает просто на релокейте. И, видимо, один Висп и вернется в этот смертный бой. Ну да, уже его ожидают. На самом деле, много ресурсов потрачено ради одного Виспа. Наверное, нам того не стоило. Хотя Висп еще и мансит. Еще и пробрался. Тут в инвизе все-таки оказывается Атмирана. Поэтому пока еще натыкается только сейчас на Фенрира. Фенрира тут же, конечно же, сбивает ему телепорты. Это минус. Астер. Забирает вышку, но это с разменом получилось на башне Сил Света на топе. И, видимо, это два вышка, и они тоже собираются размениваться. Пока за инвиктусами 2000 преимущества есть. Но это только благодаря вот этим хитрым маневрам от Герокоптера и его компании. И Герокоптер решил вернуться на свою исконную линию. Видимо, будет ли дефтиться, пока это непонятно. Ставятся уже варды. Так что много времени потеряно. При этом глифта нет. Есть. По двоим попал ревейдж. Лавр получает демодж. Его прячут пока в дезерапшен. Пытается немного его подсевить как-то со стороны Бабока. Бабока. Рядом еще. Есть Сулкетчер. Тайтхантер. И Лавр. Лавр пока спит. XXS пытается варваться на передовую. Кстати, был большой шанс забрать сейчас Герокоптера. Но Герокоптер просто остается в живых. И XXS тоже становится очень больно. Серьезно, не знаю, что предположить по поводу этого сверления. Как-то по закону не положено воскресенье сверлить. Сегодня же воскресенье, да? Правда, не могу предположить, что звук сам по себе на сверление не похож. Так что я не знаю, что это конкретно. Ну да ладно, думаю, что это скоро закончится. 4000 преимуществ за инвекциями. Башня тут точно будет падать. Эмма постарался. Который, кстати, уже с моим стромомом и скоро уже будет с БКБ. То есть денег у него запас очень большой. А раз уж все это свое БКБ дофармить никак не может. Поэтому быстро скатывается по Нетворцу назад. Тайт Хантер. Лейн. Да, ужасные звуки. Ну что, Тайт уже с Владимиром и Фейзами. И даже Бриндагер уже успел оформить себя. Но мы видели от него хорошие реваджи. Действительно, вот его врыве никаких претензий не возникает. Но остальное здесь не всегда ложится хорошо. Но самое главное то, что 5000 преимуществ у Инбиктуса себе зарабатывают. Какой-то рубеж преодолели. И теперь могут более активно воевать. Но здесь во многом, конечно, от Мирана зависит исход успешности файта. А вот Гирокоптер, кстати, с БКБшкой тоже может помочь теперь уже очень солидно. У Астеров не так много физического дэмэджа. Все, что они могут поставить, это Морфлинг на карту. Морфлинг, кстати, выбрался на первое место по фарму. Наконец-таки. Ой-ой-ой, тут еще и Дудл сейчас будет его пытаться забирать. Догфайт. Да, тут же его отправляют, конечно, в сон. Поспать, подумать о жизни. Сайлор пока что еще прожал Морфлю. Какое-то время пытался жить. И действительно, пока еще продолжает пробивать Оли. Оли становится жертвой. До сих пор жив Догфайт. До сих пор жив Дудл. И Сайлор, видимо, здесь не поздоровится. Он перекачался, но это ему никак не могло. Это размен... Минус три в размен ни на что. Просто нападение было в четвером. И они справились совершенно, Бобока. А его-то будут пробивать или нет? Яд. Все боятся попасться под яд. Но это только по одному стаку для каждого персонажа. Слоу ХП. Немного побольше получил Герокоптер. Но он фуловый ему не страшно. Это минус четыре. Ну... Вот это действительно полный провал был. Потому что по способностям выложили максимум. И этот максимум получился, по сути, ни за что. Но тут буквально на одну тычку тавара остался. Наверное, стоит его заденайть. Да. 1200 золота выигрывается. Герокоптер. Десятый уровень. Финвир. Хотел уже Гашу замахнуться. Но не дали ему это сделать в нужный момент. Финвир в итоге погибнет. Конечно, есть еще и напоследок ревейдж. X-XS. Даже до шрайна добежать не успел. Но и севитив тоже никто не пытался. Слишком много магического дэмэджа входит. Тут действительно пробивает тогда его ЖК. X-XS просто ничего ему не помогает. Из того, что у него имеется. 2000 хп рассыпается как ватный. Флэг пока от Герокоптера. Фармит два стака сразу. Деньги у него есть явно. И дальше будет Мустром. По фарму сравнялся с Мираной, которая все это время была близка к топам. И у Мирана Линкенсфера в планах. БКБшку себе купил. Абсолютно свежий БКБ. Там успел его в последнем файте поражать Догфайтс. Додл, прошу прощения, не Догфайтс. Догфайтс, а что там у него? Ну, Мека, видимо. Уже прилетит сейчас. Десятый уровень. Мирана прожимает инвиз. И Смок. Ответный от Астеров. Они решили, Смок, как зайти на Рошана. Что-то подозревают ребята из инвиктусов. Но Рошан падает очень быстро. Успеют ли они что-то сделать? Может, случится так, что и нет. Минус половина Рошана. Подходит Герокоптер. Заходит. БКБшки сразу же. Прожимается Стампида. Лавра подцепили. Лавр могут быть здесь. Выгодят проблемы сейчас. Он пока живет. Хилится. Назад отошел. Но БКБшка заканчивается. На этом, скорее всего, его путь здесь тоже глубоко. Отзонили от Рошана. Увидели, что у Рошана тут все не очень хорошо. И надо драться. Ну, а есть же то, что никуда отходить не будут. У них еще не все потеряно. У них откатился колдаун Герокоптера. Рядом находится Мирана. У Мирана Инвиза тоже нет. Но у нее есть БКБ. Есть Реведж. И просто сюда... А, нет, Реведжа нет, прошу прощения. До него еще 40 секунд. И просто сюда не рискнуто соваться, скорее всего, Астеры. Стоять в сторонке. Видимо, ждут, кто первый ошибется. Но пока на себя немного байтит Тайт. 20 секунд еще. Замедлил немного Цикс Эса. Зашел на Рошпит посмотреть. Посмотрел. Убедился. Отошел на безопасную позицию. Но так долго стоять, конечно, не получится. В любом случае. Они должны здесь драться. Ну, пока пытается искусственно создавать деятельность. Фарминг на ближайших точках. Смоук Инвиз. И просто на Рошана зайти. Перебились на Тревард. Вражеский опус с другой стороны. И Рошан должен рассыпаться. Так, ДБКБшки сразу же прожимается. XXS попался под проказ. Низультимейт от Бэйна. Очень много урона влетает по нему. Лавру тоже больно. Лавр погибает. И это была гибель с Аегисом. Но он, по крайней мере, забрал Рошана и Аегис. Поэтому он для своей команды привнес очень много всего. Лавр отходит назад. Замедление есть. По Тутлу. Как же он тут быстро проломился. Но это все равно минус 2. Минус 3 даже, учитывая Аегис. Но забрать своего Рошана у них не получилось. И это для них большой минус. Они не смогут себе позволить так сильно агрессировать. С другой стороны, у них очень крепкий пик. Достаточно довольно большое количество хила. Поэтому можно это сделать, в принципе, и без Аегиса. Плюс внешних таверов еще достаточно. Есть еще Т2 вышка на ботами. И Т2 вышка на миде. Которыми можно заняться. Мирана. Денайт тавер тоже, видимо, не собирается. Эмма вылетает отсюда. Айджи. Айджи. Ну, видимо, долго они так ждать будут. 24-я минута. Претензии на самую долгую игру из всех, которая есть. Потому что это пока не близится к развязке. И Мирана 18 уровня. Ну, потихоньку Лингенсфера появляется. Так. Полетела стрела. Мимо полетела. Возможно, все равно как-то задавят на него. Но Разор под ультимейтом своим. Это довольно рискованно. Айвда Шторм может сильно пробить Мирану физическим дэмэджем. И Айджи пока подбирали. Подбирать рунки готовятся. 25-я минута не за горами. Появятся две баунти, которые хотелось бы забрать Гирокоптеру Виспу. Ну, а одна им точно достанется. На вторую, скорее всего, пойти уже не пойдут. Ну, и да. По две рунки для каждой из команд. А нет, тут даже... А нет, да. Получился по две для каждой из команд. Там Боттл свой, новый. Морфлинг собрал рунку. У него, кстати, есть шотган уже. Да, и Фирио Блейд. Посмотрим, что с ним получится сделать. Потому что довольно тонкий Гирокоптер. И, возможно, его через прокаст получится развалить. А он себе уже сделает сатаник. Но это только... Начался его путь. Поэтому еще время попробовать реализовать этот предмет. Есть. Ну, и затишки. Просто затишки. Все фармят. И тает. Смолк. Будет ли инвиз от Мираны? Ну, пока, видимо, решили по лайту выйти. Там один только оба бока. Ой, так, скан. На скане никого не нашли. Найдут ли Лавра? Ну, должны выходить ему в лицо прямо. Да, висп. Ультимейт? Пока только Найтмейр. Отошел на безопасное расстояние. Ультимейт прожимает. Лавр. Рядом еще оказываются два персонажа. И забирает его довольно быстро. Притягиваются за счет Рейлокейта. Ну, свои цели добились. Правда, долго это все было. Но то два вышку они тоже могут прихватить с собой. Крипы рядом. Вся команда в сборе. Да и вышка, в принципе, должна быстро рассыпаться. Мирана пока решила отойти пофармить, но и без нее справиться. А можно после этого сразу же переходить на мид и забирать эту последнюю внешнюю вышку. Ее тоже вряд ли будут дефать. Нехватка фарма у астров ощущается. Все-таки Эфирио Блейд это хорошо, но хотелось бы хотя бы что-то на деф рядом с этим. Как правило, все-таки Эфирио появляется после линьки условной. А здесь линьки нету, и до БКБ еще тоже дожить надо. Но, в принципе, БКБ скоро появится. Но, правда, это может не помочь. Очень много физического дэмэджа от Мирана может привалиться под ее атаку спидом там. Финрир. И Мирана. Мирана с линькин сферой, Мирана с БКБшкой. Полетела стрела в X-XS. И начинают его пробивать. Как много дэмэджа от одного только эмма. Просто дополнительно ничего и не нужно. X-XS погибает, просто ничего не успев абсолютно сделать. Еще немного попался Тайтхантер. Он свой реведж уже сдал, поэтому, в принципе, его можно и отпустить. Но он отходит. Тут еще ультимейт от Мирана поставили, на всякий случай, чтобы спастись. И будут теперь, видимо, дальше продолжать фармить. Без двух ультимейтов очень важных. Но самое главное тут то, что, кстати, Аегис еще не скоро будет. Подрались за ней так просто. Здесь как-то далековато вышли Астеры. Не знаю, на что они рассчитывали на этой половине карты. Но Тайт поплевался тут уже. Да, блин, Виндаггер есть и Хэвэнс Халберт также. IG. Заходит все дальше. Следующая их цель. Это все-таки вышка на миде. Лавр. Далеко пошел. Зацепить просто нечем. Перетяжка от Тайтхантера. Где-то там погибает в стороне абсолютно. От рук IG. Что-то демон. Что-то шаман, прошу прощения. И возвращается обратно на линию. Ну, как-то здесь вездесущие, конечно, это парочка за счет Веспа и его релокейта. Постоянно неожиданно такие смерти встречают этого несчастного шамана. Уже седьмая смерть от него на этой карте. Почти половина смерти своей команды. 11 уровней. Вкачал при этом. Геракоптер 18 уровня. Ленкин с первым у него нет за горами. Который он потихонечку фармит. Да, Веспа уже вкачан талант, который дает способность Саганима. Всем, кому он привяжется. Так что здесь уже постреливать немного Геракоптера дополнительно. Инвиз есть от Мираны. Пытаются зацепить Тайтхантера. Тут, кстати, есть Сентри Варт, поэтому не очень удачно сюда подошел. Зато есть уже ультимейт от Геракоптера, который является аргументом. Вниз присыпился, поэтому очень хороший гашмудлся сейчас по Сайлеру. Сайлер замедлений был очень долго. И отходит теперь назад. Ну, что ж, решили на этом отойти. Как-то действительно пассивно немного игра началась от Инвиктусов. Хотя 18 тысяч преимущества, но они явно не торопят события. Ждут Рошана следующего. 20 секунд остается еще дополнительного времени. Вот, основного времени до Рошана. И после этого только дополнительно определиться. 30 скорости передвижения берет себе Шэдоу Демон. И Блиндаггер тоже у него в планах есть, в проекте. Не знаю, насколько длительный это будет проект у него пока по фарму. Все складывается не очень хорошо. Но Блиндаггер, по сути, это большая часть его Нетворца должна быть на данный момент. Мирана 22 уровень. И побежали в смоках. Видимо, все-таки рассчитывают на то, что кого-то по пути подцепят. И после этого пойдут забирать вышку. Ну, или просто файты и войти на Рошана. Проверять, по крайней мере, Рошана. А таймер прокнул по Рошану максимальный. Аж 2 минуты. Ну, как максимальный. Очень большой просто. И, возможно, никого не найдя, они все-таки попробуют эту вышку побить. Дефать не факт, что есть смысл. Можно поберечь себя для файта около Рошана, в принципе. Потому что, если они сейчас погибнут, к Рошану стянуться они точно не успеют на своих правилах. Так. Есть XXS, который опять получает за всю команду. Он погибает, успел поражать свой ультимейт. Но это ничего не дало. И сразу решили на Т3 вышку идти. И как это нагло. Да. Кстати, быстро падает Тавр очень. Такими темпами можно все-таки и без Рошана разломать одну сторону попытаться. Там наверху пока... Так, Ревич есть. И Селлер погибает. Да, без байбека 60 секунд. Вместе с ним еще и Бабока. А наверху Т2 вышку разбирает Лавр. Ну, там она была буквально на одну тычку. Так что это было совсем не обязательно. Ну, и тут Бараки пока побьют. В целом они успеют и Бараки пойти, и Рошан пойти подчекать. Но с учетом того, что можно предположить самый печальный исход. По поводу Рошана можно, в принципе... Ага, они Т4 вышку сразу же идут бить. Вот это наглость. У них 40 секунд есть. На самом деле за глаза хватит. Я думаю. Да. Башня одна падает. Вторая башня тоже сейчас должна уже рискнуть упасть. Потягиваться к ним Тейтхантер с этой же целью. Так, какой-то файт начинается. БКБшки-то есть еще. Гирокоптеры. Можно просто за счет БКБ разыграть. Но 20 секунд. 20 секунд утром падает. Разобрались просто с... Разором, как будто от него ничего... И не могло остаться. И это гудгейм. IG. Выносит своих противников вперед ногами. За 32 минуты. Довольно быстрая игра. Действительно. Хорошая игра от Энвиктуса. Просто в какой-то момент взяли наконец-то все в свои руки. И пошли, и пошли, и пошли. Ну, Морф очень долго качался. Да. Здесь он абсолютно бесполезен оказался для своей команды. Можно посмотреть, в принципе, по дэмиджу. Сколько он успел нанести. 9000. На своей команде он находится на... В третьем месте после Бобоки и Розора. Бобоки и Розора. Да. Шедовый демон очень опасный персонаж в правильных руках. Ну, а здесь цифры просто несопоставимы. Мирана. 20 тысяч урона и 23 тысячи от Гирокоптера. Что ж. Поздравляем команду Инвиктус Геймин. Они сейчас обеспечили себе очень хорошую победу. И будем ожидать следующей карты, которая начнется совсем скоро.